Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я рада вновь приветствовать вас. В прошлом выпуске мы с вами проверяли новую купюру, 200-рублевую, в специальном приложении для Сбербанка. И один из подписчиков у меня спросил, фокус это или что это? Это не фокус, это специальное приложение для проверки фальшивых купюр. То есть Сбербанк нам предоставляет такую возможность. И сегодня мы с вами проверим 2000-ру купюру с нашим городом, любимым Владивосток. Ребята, хотелось бы порекомендовать вам отличный канал Travel My Life, Жизнь Путешествия. Здесь мы можем наблюдать за отличными ребятами, жизнь за границей, конкретно в Коста-Рике, Стаса и Веронике. Канал очень интересный, познавательный, сама его смотрю не первый год и вам рекомендую. От меня передавайте привет ребятам. Если кто-то желает, заявите себе на нашем канале, пишите ваши просьбы ВКонтакт. Вот видите, голограмма появилась с мостом, то есть даже можно так немного его, ну можно много, переворачиваем. Ну прикольно, мне нравится это приложение. В предыдущем выпуске я предлагала поделиться с вами рецептом вкусной творожной запеканки. И вы откликнулись на мое предложение, поэтому пройдемте на кухню, приготовим с вами вместе. Для приготовления творожной запеканки нам понадобится творог, конечно же, сахар, разрыхлитель теста, ванильный сахар, мука пшеничная, майонез, сметана и яйцо. Нам понадобится 4 столовые ложки муки. 1, 2, 3, 4. Так, 4 столовые ложки сахара. 1, 2, 3, 4. 4 столовые ложки майонеза. 1, 2, 3. 4. Готово. 4 ложки сметаны. 1, 2, 3, 4. Готово. Чайную ложку разрыхлителя теста. Так, готово. И 1 яйцо. Отлично. Теперь это у нас будет с вами первый слой. Теперь мы решили проверить, действительно ли работает приложение. Распечатали ксерокопию купюры. 200 рублей. Давайте проверим. Ага. Голограмма появляется. А это значит, приложение не работает. Или, может быть, я что-то неправильно поняла. Пишите ваши комментарии. Но я так понимаю, что не должно быть вот этой голограммы на копии. Очень странно. А как же тогда проверить, подлинная купюра или нет. Сбербанку привет. И хотелось бы услышать мнение знающих людей. Правильно мы все поняли или нет. Почему ксерокопия купюры показывает, что она подлинная в этом приложении. Немного непонятно. Это будет первый слой нашей запеканки. Теперь нужно смешать все ингредиенты. Конечно, заранее подготовили форму. Смазали немного маслом. Теперь мы с вами нашу основу. Сейчас покажу, какая консистенция должна у нас получиться. Вот такое густое тягучее тесто. Выкладываем в форму. Выкладываем. Хорошая вещь. Миксер такой. Отправляем в духовку на 180 градусов на 15 минут. Творог отправляем в нашу чашу. 500 грамм. Жирность на ваше предпочтение. Сильно обезжиренный не стоит брать для запеканки. Все-таки пожирнее и вкуснее будет. Ванильный сахар. Придаст такой ванильный аромат. Можно использовать ваниль. Я отправляю туда всю пачку. То есть по рецепту в творог мы должны добавить 2 столовые ложки сахара. У нас здесь 25 грамм. Ну, это где-то примерно так и есть ложка. И еще одну добавим. Обычного сахара. Не ванильного. Вот так. 4 яйца. Теперь нам нужно все тщательно перемешать. Где-то на минутку. Наша основа готова. Теперь сверху аккуратно мы выкладываем нашу творожную массу. От творога все-таки зависит, да, консистенция. Вроде пожирности одинаковые, но вот до этого я готовила, он был такой прям погуще. Этот пожиже получился. Ну, посмотрим, что у нас получится в итоге. Отправляем нашу запеканку в духовку на 180 градусов на 20 минут. Наша запеканка готова. Давайте пробовать. Для начала переложим ее на тарелочку. А теперь моя любимая часть дегустация. Посмотрите, как у нас красиво получилось. Такое аппетитное. Сверху брусничное варенье. Только сваренное. Пробуем. И так, с вареньем. Очень вкусно. Правда. В меру сладко. Очень вкусно. До этого я ела холодный, но свежеприготовленный, конечно. Вообще свежеприготовленная выпечка не сравнится ни с чем. Я не могу отказаться, честно. Пишите ваши комментарии. Пробуйте. Не пожалеете. Проверено на себе. Приятного аппетита. А я с вами прощаюсь, но совсем ненадолго, буквально до следующего выпуска. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии. До новых встреч. Пока-пока.